Покупая апельсины, покупаешь ли витамины? Все чаще таким вопросом задаются неравнодушные вологжане. Сотрудники Департамента экономического развития совместно с Центром по работе с населением и с жителями 6 микрорайона провели рейд по несанкционированной уличной торговле, которая развернула свою деятельность возле площадки города детства. О его результатах расскажет Арина Прахова. Если на вид она вроде ничего, то вот мы берем в руки и она вся в пыли. Ведь и ладно мы пыль видим, а тяжелые металлы, которые летят с дороги. И если пыль водой смыть можно, то вредные вещества ничем не отмоешь. Особенно если съесть манящий фрукт прямо на улице. Дети так делают нередко. Соблазнов-то много у них, купить деньги, есть. А это же все грязное. Руки помыть негде, вымыть это тоже негде. А детей рядом с Евковским прудом всегда много. В июне здесь открылась площадка города детства. А потому активные жители 6 микрорайона и представители ТОСа решили взять проблему под общественный контроль. Таких вот не должно быть близлежащих соседств, где овощи, ягоды, табак и детская площадка смешались с дорогами и прудами. Именно поэтому 4 июня здесь прошел совместный рейд представителей ТОСа в Центре по работе с населением и специалистов городской администрации. К владельцам несанкционированных ларьков вблизи детской площадки масса вопросов. А разрешение ваше можно? На торговлю? Это что вам, что вы имеете в виду? Разрешение на этот участок земли. Только вот так, что не отъехали. А потому предъявить необходимые документы, сертификаты, санитарную книжку продавец не может. Говорит, работает второй день. Откуда недовольство жители не понимает. По ее словам, товар пользуется большим спросом. Берут очень много. А что в основном? Выручка хорошая. Нет, почему? Жители вот здесь, которые проходят, конечно, берут очень много. Но вот за качество товара, а значит и состояние здоровья тех же жителей, продавцы и хозяева точек ответственности не несут. Поэтому и товар на прилавках дешевле, чем в магазинах. Итог рейда – составленный протокол и штраф в несколько тысяч рублей. Активизировалась такая торговля. Не санкционирована, как правило, они вообще неуправляемые у нас в городе. С одного места качают на другое. Составишь протокол. Сегодня, допустим, по одному адресу. Завтра, может быть, уже в другом месте. В общем, ситуация очень такая, нехорошая с такой торговлей, с организационной торговлей. Взять ситуацию под свой личный контроль теперь могут и влагжане. Организовать рейд и наказать тех, кто торгует овощами и фруктами без сертификата, помогут в Центре по работе с населением. Будут организованы рейды и так далее. Например, когда к нам обратились жители у магазина-гастронома, это бывшая Элма, по нахождению там ларька шаурма, чья продукция вызывала сомнения и отравление, ларька уже нет. Специалисты призывают жителей особенно обратить внимание на те территории, где находятся площадки города детства. Чтобы как можно меньше юных влагжан попадались на удочку нелегальных торговцев.